Музыка Музыка Колоколов забьется колоколом сердце И никуда уже не деться От Рождества прекрасных слов Родник небес тех слов и слов Они из пламени и света И в мире и в душе поэта И в слове возродится Бог Случаться будут чудеса Так запросто среди прохожих И вдруг на музыку похоже Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня и каждую неделю С вами на телеканале Союз передача «Лаврские встречи» И я ее ведущий Священник Анатолий Першин Сегодня у нас в гостях Лауреат международных конкурсов Композитор Автор-исполнитель Ольга Брачина Здравствуйте! Здравствуйте, отец Анатолий! Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рад нашей встрече Взаимно! Мы уже знакомы много лет Я слежу за вашим творчеством Хочу рассказать, как я впервые вас услышал Это было на одной из православных выставок Было много шума Народ толпился Люди готовились к Рождеству Закупали подарки И вдруг среди этого шума Я услышал ваш голос Такой тоненький, серебристый Вот, и я пошел Пошел, как Завороженным каким-то чувством Таким внутренним Я пошел на этот голос Увидел Хрупкую девушку Вот, и С этой минуты Я стал вашим поклонником Отец Анатолий, я благодарна Богу За нашу встречу Тоже очень Очень рада нашему знакомству Оль, я знаю, что вы Активно Участвуете в творческой Жизни Петербурга Музыкальной жизни Вы являетесь Членом жюри Александра Невского фестиваля Да? Пишите песни Не могли бы вы Рассказать немножко о себе Поподробнее? Да, конечно К этому списку Можно было бы добавить То, что я Служу в православном Драматическом театре Странник Но вот Чтобы Много не говорить Может быть сразу Перейти к песне Потому что Песня отражает Отражает многое Говорит Лучше Как она называется эта песня? Та, что сейчас прозвучит Научи меня, Господи Песня-молитва На стихе петербургской поэтессы Татьяны Егоровой Научи меня, Господи, петь Дай для песни второе дыханье Чтобы горнее видеть сиянье Дай мне крылья На небо взлететь Чтобы горнее видеть сиянье Дай мне крылья На небо взлететь Научи меня, Господи, петь Научи меня, Боже, любить Бескорыстно и чисто, как дети Научи друга радостно встретить И врагам все обиды простить Научи меня, Боже, любить Научи меня, Боже, любить Словно в детских мечтах Промчаться На крылатом твоем коне Может быть, ты позволишь мне Может быть, ты позволишь мне А еще ночи умирать Всех жалея, любя и прощая И в обители светлого рая Всех родных и друзей повстречать И в обители светлого рая Всех родных и друзей повстречать Научи меня, как умирать И тогда ты позвалишь мне В твоем голубином царстве Словно в детских мечтах промчаться На кроватом твоем коне Может быть, ты позвонишь мне Хотелось бы сегодня поговорить с тобой О твоей аудитории, о твоем творчестве, о твоих программах О том, как ты это чувствуешь, как ты это доносишь до людей И хотелось бы, чтобы ты рассказала о своих концертах Когда я спрашиваю своих слушателей в преддверии выступления Как вы думаете, о чем стоит петь? Я каждый раз возвращаюсь к этому вопросу Особенно прежде, перед каждой новой программой Понятно, что есть много песен Всех тех, что написано за эти годы Есть идеи Есть названия программы, вокруг которых песни выстраиваются В красной линии проходит какой-то разговор Какая-то основная мысль Но есть то, что над всем этим И вот вопрос Как вы думаете, о чем стоит петь? И слушатели в разное время, в разных залах дают мне один и тот же ответ на этот вопрос О любви И вот действительно, все песни, они о любви С большой буквы В этом вижу смысл Смысл жизни, творчества Вот говорите об этом А что касается аудитории То Для себя определяют Целевую свою аудиторию Целевой аудиторией является Молодежь Придете на концерт И увидите, что действительно Может быть даже подавляющее Большинство слушателей Это люди молодые Не потому, что нет других людей И не потому, что Программы каким-то образом закрыты Для детей И для людей старшего поколения Не поэтому Я думаю, что здесь дело в том, что Во-первых, с молодыми у нас роднит возраст То, что Мы ищем ответы на одни и те же вопросы Но, как говорят, у каждого периода возрастного Есть свой менталитет И вот тут то же самое И потом Как люди узнают о концертах Часто из уст в уста Конечно, есть интернет Есть радиопередачи Вот телепередачи Но тем не менее Когда мы проводили опрос Как вы узнали о концерте Ольги Брачиной Предлагали несколько вариантов ответов И наиболее распространенным был Друзья рассказали Ну и посредством интернета И вот даже, когда заполняют эти анкеты Люди старшего поколения Бывает, что пишут 72 года В 80 лет Приходят пожилые люди И очень этому рада Пишут Откуда узнали о концерте? Рассказала моя внучка Она часто вас слушает Вот таким вот образом Поэтому песни Тематика их разная На стихи разных поэтов Написаны песни Это я к тому говорю Что они Наверное В сердце многих людей Независимо от возраста Могут отозваться Я так думаю Потому что строки прекрасные На которые рождаются песни Но вот так получается Что молодежи больше А ты считаешь Что они такой Миссионерский Просветительский Да? Носят характер Твои концерты Так как ты верующий человек Да? Как ты себя ощущаешь В мире Веры Христовой Когда говорят о том Что концерты мои Носит миссионерский Просветительский характер Но мне сложно С этим не согласиться Но это происходит Этот характер Он каким-то естественным Образом рождается Я делюсь тем Что меня по-настоящему Беспокоит Что я переживаю Я ничего не навязываю Никому Но говоря о той красоте Которая открывается Или открылась И о том свете Которому стоит идти И даже вот когда после Как пример После исполнения песни Точнее в преддверии ее Научи меня Господи Я задаю слушателям вопрос А как вы думаете Чему стоит учиться Ведь есть такая пословица Век живи Век учись И слышатся Разные ответы Разные ответы Кто-то говорит Терпеть Терпению научиться Кто-то говорит Смирение Да, очень хорошо Кто-то говорит Молиться И всегда звучит Такой ответ Любить Я не знаю Кто дает эти ответы Это могут быть люди Церковные Сочувствующие Или вообще Находящиеся за оградой Пришедшие на концерт Узнавшие Но мы Начинаем Эту беседу Этот диалог Каждый концерт Это беседа С обращением К замечательным словам Можешь проиллюстрировать Одну из песен Своего концерта Как раз Для молодежной аудитории Что-нибудь сыграть Вот сейчас Прозвучит Такая Песня Любить Это Как я ее коротко Называю Она Вошла В программу Таинство любви Я был на этой передаче Да Отец Анатолий Был на этой передаче И поделюсь Тем Со слушателями Что когда я задавала Слушателям Вопрос О том Как вы думаете Что такое Любовь Отец Анатолий Выразительно Вздохнул Это был его ответ И вот тут Как раз Тоже вопрос К аудитории Конечно И люди Более взрослые Дают свои ответы И самые замечательные Мне кажется Ответы В силу своего опыта В силу того Что уже построена семья Сложные отношения И счастливые отношения Они говорят о том Что любовь Это Божий дар Это Божий дар Звучат Вот помимо этого Замечательного ответа Разные Но начиная от того Что это когда тебе хорошо Ну и заканчивая тем Что ты Готов жертвовать Для человека Служить Когда ты Испытываешь нежность Самые разные ответы И вот мы приходим К тому Что Любовь Это значит Отдавать Да Что любить Это прежде всего Отдавать И что любовь Проявляет себя В служении Споешь нам Да Эту песню Сейчас Да Сейчас она прозвучит Песня написана На стихи Эдуарда Асадова Послушаем Любить Это прежде всего Отдавать Любить Значит чувства свои Как реку С весенней щедростью Расплескать На радость Близкому Человеку На радость На радость На радость Близкому Человеку Любить Значит только глаза Открыть И сразу подумать Еще зарею Но чем-то порадовать А дарить Того Кого любишь Ты всей душою Любовь Не сплошной Фейерверк Страстей Любовь Это верные В жизни Руки Она Не страшит Ни горьких Дней Ни обязательств И ни разлуки А ждет ли любовь Ну конечно ждет И нежности ждет И тепла Но только Почетов Бухгалтерских Не ведет Ход-то настолько То Все-то столько И у бог Не копил Камзашкафным Гре Песни Несвойственно Замыкаться Любить Значит с радостью Откликаться На все Хорошее На землях Эти глупые Рассуждения Молчуства Уйдут Как песок А вода Временно Только Лишь Увлечения Любовь Как солнце Гореть Всегда Субтитры Та-да-да Любить Это прежде всего Отдавать Отец Анатолий Конечно в рамках Таинства любви Звучат слова о том Что Бог Есть любовь Обращаемся К словам Замечательным Митрополита Антония Сурожского К его Таинству любви Сама программа Открывается Песней Волчонок Волчонок С человеческими Глазами Ждет И ищет Чего-то Наверное Любви Всем нам Она Необходима Вот Ну а также Звучат слова Например Отца Якима Пара Который говорит Что на самом деле Мы уже любимы Нам уже все дано Любимы Так как Не были бы Любимы Всеми людьми На свете Нас любящими Так как любит Бог Нас Никто не полюбит И Но наша задача Только как раз Эту любовь И отдавать Не искать ее Не выискивать А уже зная о том Что мы имеем От Бога Ну хотел бы Тоже с тобой поделиться Своим творчеством Я недавно написал песню Это будет премьера Песни Что скрывать Сейчас такая существует Проблема Одиночества Женского Вот много девушек Хороших Прекрасных Ждут своих Принцев Своих молодых людей Чистых Верующих Достойных Вот Эту песню Я посвятил Своей дочери Дочь Зовут Люба И Я как-то Ну Так как мы с ней Сидим на кухне Долго разговариваем Обо всем Я В этой теме Я посвятил Ей Такую песню Ах Зовут ее Любой Там где-то живет она В городе северных грез И в свете ее окна Мир удивительный прост Ей Хочется Хмурым Днем Сердце Свое Открыть Там В свете Окна Твое Жить Продолжает Жить Ах Зовут ее Любовь Все Что нужно Ей Любовь Ах Зовут ее Любовью Все Что нужно Ей Любовь Ах Там где-то живет Она В городе Маминых слез И В свете ее Окна Все Происходит Всерьез Но За порогом Иного Дня Близко Ли Далеко Ей В свете Окна Огня Будет Всегда Легко Ах Зовут ее Любовь Все Что нужно Ей Любовь Ах Зовут ее Любовью Все Что Нужно Ей Любовь Замечательная песня Отец Анатолий Очень понравилась Мне самому нравится Я еще не нашел Немножко форму Дорабатываю Да Понимаю Что значит Премьерная песня Но мне кажется Что она состоявшаяся Вот как слушать Господь Дает возможность Господь творится Хочет чтобы мы тоже были Творцами Да Сейчас Предчувствие Рождества Я уже Нахожусь В полном Предчувствии Вот Знаю что у тебя И ты готовишься И мы постигаем Вот Люди творческие Постигают Такие праздники Великие Через свое Искусство Через творчество Вот как ты готовишься К Рождеству Христово Расскажи пожалуйста Действительно Это так Подготовка к концерту Очень Очень Настраивает На праздник Вот это касается Рождества И Пасхи Потому что Очень углубляешься В материал Переживаешь Открываешь для себя Замечательные Строки Тут и Писание Тут и Митрополит Антоний Суржский Тут И замечательные Истории Рождественские Предрождественские Которые Одна с другой Говорят О том Что Господь Приходит К обездоленным Находящимся В несчастье Скорбящим Приходит Накануне этого Праздника В праздник Да Либо Мы можем Быть теми Людьми Через Которых Вот как раз Господь И приходит К тем самым Нуждающимся В нашем теплее Внимании И каждый раз Когда думаешь О той же Рождественской Программе Конечно же Думаешь о том Какие подарки Можно принести Христу На дне рождения Да Мы как волхой Идем со своими дарами Господь нам дает талант И мы вот Несем его Христу Да Думаешь О небезразличии О неравнодушии Если не говорить О любви Об участии С которой мы можем Подходить К окружающим нас Людям Близким Дальним Может быть Вот Вся подготовка К Рождеству Мне кажется На это Настраивает На то Чтобы Открыть свое сердце Посмотреть вокруг себя Что происходит Может быть Притянуть руку помощи Ну или хотя бы Загореться таким желанием И вот Весь Этот материал Рождественский И вся эта Трогательная Трепетная История Рождения Христа И слова о том Что Господь так поверил В человека Что он стал одним из нас Так поверил в человека Они все Вот все это Вдохновляет На то Чтобы делиться Этими словами Сослушателями Делиться Песнями Своими Которые настраивают И на этот путь Поста И на встречу С праздником Со Христом Спасибо Господи Я Я Слышал Что ты Написала Новую песню И Можно сказать Премьера Да Этой песни Будет сегодня Да Да Можешь поделиться С нами Песня называется Хочу Чтоб Наступило Рождество Написано На стихе Протерея Андрея Логвинова Хочу Чтоб Наступило Рождество Рождество Чтоб Он Скорей Действительно Родился Недавнем Вифлееме Поплотился А здесь Сегодня Где я Жду Его Хочу Чтоб Наступило Рождество Я Жду Чтоб Он Меня Преобразил Чтоб Расцвела Как Вифлеем Округа И Выпровело Что Я И Скользил И Стал Мне За Единственного Друга Скорей Наступило Рождество Скорей Бы Наступило Рождество Нигде Послись Библейские Овечки Чтобы Воплотилось Божество В Твоем Моем И Чьем Небудь Сердечке Скорей Бы Наступило Рождество Скорей Бы Наступило Рождество Скорей Бы Наступило Рождество 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 К сожалению, время нашей передачи заканчивается. К сожалению. Но что поделаешь? Сегодня в нашей передаче Лаврские встречи Был я, ее ведущий, священник Анатолий Першин И композитор, автор, исполнитель Актриса Театра Странник Еще много-много Лауреат Международных Всероссийских конкурсов Ольга Брачина В предчувствии Рождества Оля Скажи, может быть О своем ближайшем концерте Может кому-то интересно будет И Пойти на этот концерт Да, дорогие друзья Приглашаю вас 15 декабря Воскресный день На свою сольную программу Дыхание Рождества Которая Состоится на сцене Православного Драматического Театра Странник По адресу Митромосковские ворота Улица Цветочная Дом 16 В 7 часов вечера 15 декабря Приходите Будем Вместе Устремлять свой взор В то время Когда мы встретим Младенца Христа До свидания, дорогие мои Божьи всем благословения И ангел-хранителя На всех ваших жизненных путях Спасибо Спасибо Спасибо